Всем привет дорогие друзья, с вами Will Know и в этом видео расскажу вам о том, что происходит в мире World of Warcraft и Blizzard Entertainment. Но перед этим сходу, как всегда, таймовички! Таймовички это когда анонсировали новый аддон и это невероятные островы ощущения. Поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 18 до 21, с 23 до часу ночи по московскому времени. Оставьте свои комментарии, что вы думаете по данным поводу. Итак, ребяточки, начну я, как ни странно, с классических двух новостей, которые вас однозначно порадуют и вызовут бурю эмоций. А потом начнем жестко обсуждать все, что связано с Dragonfly. Значит, Blizzard сказали, что не будут открывать отдельные сервера эпохального Burning Crusade Classic. То есть, соответственно, что это значит? Это не будет, это вот когда Лич Кинг будет анонсирован, естественно, да? Как бы анонс Лич Кинха. Есть у нас, что будет Лич Кинг. И, естественно, когда персонажи с БК перейдут на Лич Кинг, вот эта вот БК стадия не будет оставаться в принципе. Но не отрицают возможность создания эпохального, соответственно, этого режима, который вот это вот опять же таки сезонные будут, да? То есть эпохальный режим отключили, так сказать, эпоха, да? Но сезоны включили. Вопрос вполне резонный. Вопрос вполне резонный. А почему бы сразу как будто бы не задумываться о вот этом вот сезонном, да? То есть фактически, что из себя представляет вся эта система? Вся эта система из себя представляет Армагеддон. Есть так подумать для людей, у которых есть какое-то как будто бы время или его нет вовсе. То есть сначала выходит аддон, классика. Потом он заканчивается, все с классики твои друзья, знакомые, гильдейцы уходят на БК, как бы продолжая играть в World of Warcraft по сюжету. А ты, например, захотел бы остаться играть дальше в классики. И чтобы тебе снова найти новых знакомых или твои знакомые, чтобы захотели снова играть, ты должен сдать сезон мастерства, в котором ты заново будешь качаться и потом уже точно будешь от всегда, так сказать, на незыблемой классике сидеть и сколько тебе нравится в ней играть. И твой персонаж не отправится в помойку в следующий аддон. То есть вот такая ситуация, да? То есть фактически вынужден каждый человек играть по два раза в аддон. Уже получается, что по три раза в аддон, если подумать оригинальный выход и теперь просто выход дополнительный, второй как будто бы, а потом еще и выход сезона, да? То есть получается, все, кто сейчас играет на БК, не знаю как, но будет открыт сезон БК, наверное, как он из себя будет представлять и что это будет такое. Это будет переход из классического сезона в БК сезон или это будет просто сезон, где все начинают сразу с нужного уровня в запределье и не побегут или что, все с нуля, ну с нуля вряд ли будут качаться. Это было бы абсолютно бессмысленно, да? И то же самое будет же от Личкинг соответствующим образом. И естественно, следующая новость рядочке про Личкинг. Уникальная новость, от которой лайк, подписка, колокольчик сразу. Близоны сказали, что не будет поиск систем подземелий в Личкинге никогда. Она была добавлена на 3-3-0, собственно, вот это вот самое поиск подземелий, когда ты мог просто нажать на эту группу. Близоны сказали, что это рушит социальный аспект, поэтому это будет в Личкинг вообще без ЛФРа. То есть надо будет саму пати искать, в чате кричать, в гильдию кричать, кричать в агримарии и так далее. Невероятные ощущения, да? То есть все в мире им говорят, сделайте ЛФР везде. Я с удовольствием играл. Вот я, да? То есть взять меня и людей, кто хотя бы немножко похож на меня. Я бы, может, и не проще поиграть в эти классики, да? Но если бы там был бы ЛФР, где я мог собрать в заранее собранных группах мой стрим, в котором есть какой-то нормальный кроссервер, чтобы ребята с моего стрима, с разных серверов могли со мной поиграть, мы могли пойти вместе играть. То есть банальная логика, чтобы пойти вместе играть, да? То есть чтобы вместе играть, я должен сидеть на пламя горе, где меня просто уничтожают миллион очередей в начале классики. Меня и моих зрителей. И даже если в теории мы все будем играть на этом самом каком-нибудь актуальном сервере, потому что на каком еще сервере играть, если играть не на актуальном, там просто просяет онлайн переносить персонажей после этого. Сомнительно. В начале тоже сомнительно. То есть вот такая вот какая-то логика у Близзард гениальная, видимо, в их голове стоит. На самом деле нет. ЛФР отличная штука. Как в плане заранее собранных групп, в которых я обычно пати собираю в ключи, как собственно и банального. Нажал и нашлась группа. Но это мы обсудим дальше. Так что, любители классики, вот он получается, что в ваш бассейн из меда, в котором классика топ, личкинг топ, вот вам пожалуйста лопата с навозом залетела к вам в бассейн. И вот вы уже все в дерьме. Без ЛФРа и шоколадок и молока. Ну, может быть, когда 3.3.0 на личкинге будет выходить, тогда может вам что-то и добавят, да? А пока что вроде как бета-тест там открыли. Сказали, что в 22-м году выйдет личкинг. Где-то в 22-м году, когда конкретно не сказали. Такие делишки. Ну и, соответственно, вот мы пришли к важной новости. Анонсировали в World of Warcraft Dragonflight. Dragonfly, не знаю на самом деле, что это значит. Dragon fleet, flight, как я не умею читать, видимо, это слово. Даже не понимаю, что это значит. Фраза. Будем ждать, когда кто-нибудь скажет мне, напишите в комментариях, что это на самом деле значит Dragonfly. Ну, короче, про острова, да? Про драконь и острова. Жили-были драконы. Как сказала Алекстраза, собственно, в душе дракона, эпоха драконов закончилась. Теперь началась эпоха смертных. И тут неожиданно в ролике Близзарды говорят, что эпоха драконов возрождается. Спустя несколько лет. Получается, Алекстраза кто? Пи. Обманула нас. Она, получается, пидманула нас жестко. Пидманула. И на самом деле никакой эпохи не будет смертных. Чтобы воскресились все защитники Азерота. Так сказать, аддон направлен на, скажем так, продолжение сюжета. В идеале в моем, да? То есть, как будто сейчас восстановим их острова. Драконы обратно получат свою силу, которая начала исчезать со временем, да? Что-то произошло. То ли меч Саргераса непонятно на полэкрана. На пол планеты, я бы даже сказал. То ли, может, тюремщик лучом стрельнул в Азерот. И тут неожиданно проснули стражи и активировали пилон. Активировали пилон. И как-то там все зажило. Почему зажило, я не понял. Потом узнаем, да? То есть, соответственно, вот такая у нас будет заготовочка, так сказать, под это все дело. И будем сражаться мы, ребяточки, с локальными проблемами. То есть, локальные проблемы в стиле, так сказать, Мистов Пандари. Когда приехали, что происходит? Вот тебе вот, а вот и вот здесь, и вот тут, и вот так. И туда-сюда, поди сюда. То есть, локации разнообразные. Вот как они выглядят. Локации, соответственно, да? То есть, четыре абсолютно разные внешние локации. И, очевидно, очень красочные. И очень приятные. Четыре локации, характеризующие, в общем-то, разные аспекты драконов. Которых там несколько разных цветов. Такие вот делишки. То есть, это очень интересно. И плюс еще одна локация, пятая, где будут начинать новый класс слэш-раса. Но об этом чуть попозже. Будет пятая локация. Так что, вот такие, собственно, картиночки с этих локаций есть. И это довольно-таки неплохо. Красиво. Это не темнота Кортии, темнота Таргаста, темнота, темнота, темнота темных земель. Где все некрасочно. И, как минимум, уже вызывают у тебя, на мой взгляд, какую-то депрессию. То есть, что у нас дальше? Дальше у нас неожиданно, которые с травой были заброшены по трейлеру. На них образовались какие-то клыкары. Клыкары и кентавры, которые не похожи на клыкаров и кентавров. Как будто какие-то, не знаю, какие-то пакманы. Пакманы в шубе, судя по всему. Ну, не знаю, в какой-то степени, кажется, будто бы они не из мира World of Warcraft. Если так подумать, если честно, представить. То есть, вот такая вот ситуация. Оказывается, они там жили, что-то происходит. И, собственно, кто там? Какие-то древние, какие-то джуманджи-гиганты. У них какое-то там особое название. Дживанши, возможно, я не уверен. Но, короче, какие-то гиганты. И вот, скорее всего, с ними будет у нас первый рейд с этими гигантами. Вот, которые древние враги драконов. Какие-то элементальные гиганты. Скажем так. И еще классная новость, поскольку увидели были скриншоты, что вот эти вот моржи, соответственно, ездят у нас клыкары на выдре. Предположение, что вот такой у нас будет маунт выдра. Маунт выдра выглядит просто шикарно. Вот ее я бы хотел. Я бы ее хотел. Если бы она еще будет бегать, как хорек, фактически, да, как выдра. Не знаю. Ну, как хорек, конечно, было бы идти. А еще он будет ездить плавать. О, губу я, конечно, раскатал. Ну, на уровне фантазий, ребяточки, невероятных фантазий. Также у нас будут еще и гнолы, ребяточки. То есть гнолы тоже у нас будут на месте. По схеме 9-4-7-5 работает, да. То есть тонна вот таких вот, так сказать, островов, на которых никого нет. Который после раскола большого какого-то там, в общем-то, энергия стала истекать. А кто-то какие-то лороведы что-то где-то пишут, что как будто бы раскол. Это когда был один большой материк Калимдор. И типа потом его раскололо на Восточное Королевство и, соответственно, Нордскола и так далее. И, соответственно, вопрос очевидный. Если таурены и тролли, по-моему, одна из самых древних рас. А где таурены и тролли? На этом самом острове. И почему там неожиданно гнолы и моржаны? Моржан почему-то там, да. Соответственно, гнолы и какие-то ситуации. И кентавры. Непонятная история. Ну, это мы обязательно узнаем. Это будет у нас наверняка в сюжете. Это классно, ребяточки. Что же нам, ребяточки, из новинок все это предоставило? Первое, что, собственно, предоставило, с чего я начну, это полеты на драконах. Да? Неожиданно. Ну, нет, ребяточки, ожиданно. Как я и говорил еще на своей трансляции. Вот мы смотрели не так давно смешную подборку, посвященную непосредственно моей реакции на этот аддон, который мы смотрели на стриме, ребяточки. И, как я и сказал, полета в начале игры не будет. То есть мы будем учиться летать на драконе. Совершенно никак не связано с мультиком, кому-то известным. Да, абсолютно этот аддон никак ни на что не намекает. Ну, я бы захотел свою личную драконию, вот эту вот фурию. Собственно, по-моему, так она называлась? Нет, черная фурия. Хотя нет, подожди, так нельзя говорить, да, в современном обществе. Подожди. Ну, это же дракон. Ну, это да ладно. Ну, это да ладно, ребяточки. Разберемся по ходу. Ну, в общем-то, полеты. Суть полетов такая, что будет у вас 4 разных дракона, типа из 4 вариантов стай. И, соответственно, у них будет до 50 настраиваемых деталей. И, соответственно, как они анонсировали, до миллиона разнообразного дракона. И, соответственно, все эти штучки разнообразные будут открываться в ходе испытаний. Вполне возможно, за ключи, за рейды, за пвп и так далее будут более красивые трансмоги, какие-то на вашего личного дракона, который вы сможете кастомизировать, как вам захочется. И на этом самом драконе что? О, правильно, вы сможете летать только на драконьих островах. То есть, как я понял, либо мы вообще не сможем летать на этом драконе в обычном мире пока что, да. Он, типа, наверное, не будет даже как маунт считаться или будет. Я не очень сейчас это, если честно, понимаю. Сейчас, может, и никто это тоже не понимает, даже сами Близзарды. То есть, ну, уже сказано, что на нем, кроме драконьих островов, мы не сможем пользоваться именно механикой полетов на драконах. Что это такое? Это когда как будто ты можешь, там, типа, вниз очень быстро падать. Это как будто ты можешь, типа, там что-то нажимать, и у тебя он будет быстрее мхать крыльями. И быстрее лететь, крутиться в воздухе. Кто-то вас пытаться будет сбить. И именно из-за того, что вот эти вот полеты с драконами они будут делать, соответственно, они сделали огромнейшие локации. В общем-то, они анонсируют нам именно огромнейшие локации, которых мы не видели. Причем, в том числе, и вертикально огромные, поскольку дракон может теперь хорошо и быстро падать вниз. Типа, чтобы ускоренно, как будто бы это все изучать, если бы высоко добрались. Чтобы с умением лучше управлять нашим драконом, мы могли бы залезть куда повыше и что-то там как будто наоткрыть новый контент. То есть, опционально, сокровища, рарники и всякий трансмог, мусор, скорее всего. То есть, вот такое вот они, соответственно, дело заизобразили. Вот такая вот у нас с этим делом всем ситуация. То есть, ну, будем смотреть, будем ждать, что из себя будут представлять эти полеты. Обещают, что у нас еще и смаунтов будут этих самых сбивать, стараться мобы. То есть, вот это стараться будут сбивать еще и в воздухе звучит очень ужасно. Как я и говорил, собственно, в своей смешной подборке, ребяточки. Значит, что у нас, соответственно, дальше? Дальше у нас, ребяточки, обзор новой расы класса Драктира Пробудителя. То есть, как я понял, Драктир Пробудитель будет именно только вот Драктир и, соответственно, только класс Пробудитель. То есть, никаким другим классом он, скорее всего, игроки, я понял, не будет. А суть такая. Значит, взяли они из купипастили Воргена и добавили к нему модельку из Divinity 2 Original. В смысле... Сделали новую уникальную модельку специально под Драктира. Вот, никак не похожа ни на что вообще, абсолютно. И, как я понял, она будет как в мужском и женском поле никак не отличаться. Такой тощий дракон. Соответственно, конечно же, всем это не понравилось. Но я знаю, почему это сделали Близзарды. По той же самой причине, почему у них, соответственно, очень такая вот студия, так сказать. Как это? Забыл это слово, да? Ну, короче, назовем это слово толерантная студия. И получается дракон и трансгендер, скорее всего. Ну, как, в теории он может там превращаться в облик мужика, либо девушки, да? Но внешне он будет всегда одинаково выглядеть. Вот, дракон и дракон. Да, то есть, ну, как дракон. Драктир и драктир. Да? Драктир и драктир. Драктир, драктир. Интересная фраза. Драктир. Игра слов какая-то, да? Драктир звучит, как будто что-то связанное с викингами, да? Да нет. А тут связано с драконом. Тощим драконом. Соответственно, что это такое за раса, да? Раса это, соответственно, кто? Правильно. Жил-был Голокронт. Не, обманул вас. Обманул. Нелторион. Голокронт это просто главбосс, скорее всего, этого аддона. Ну, никому не рассказывайте, да? Жил-был Нелторион. И, короче, он такое говорит. Сделаю-ка я на всякий случай солдат-воинов, которые будут обладать силой всех аспектов. И получились вот эти самые драконы. Драктиры. Ой, извините, это будет сложно. Это будет сложно. Драктиры. И, соответственно, у них два класса. Две специализации. Хиллер и РДД. Хиллер и РДД. И, казалось бы, а почему бы не сделать еще и танка? Потому что, ну, как будто бы, типа, дракон, ну, сильный. Ну, хотя такие тощие танки. Непонятная история. Я что-то так и не понял, что у них там будет по трансмогу. Надеюсь, у них будет хоть какой-то нормальный трансмог внешка. Посмотрим насчет трансмога. То есть, у них будет уникальная механика зажима клавиши. То есть, ты жмешь какой-то скилл. Если ты зажал эту кнопку и не отпускаешь, копится шкала. И чем дальше ты накапливаешь, тем больше урон, радиус, хпс и так далее у этой кнопки. Новая механика какая-то, которая реализована. Будет интересно на это, конечно же, ребятушки, посмотреть. Интересно будет на это посмотреть. И, соответственно, как бы, куча кастомизаций. Естественно, драконы у нас будут черными, бирюзовыми, синими, красными, бронзовыми. Ну, короче, в общем-то, всеми, какие только у нас есть драконы. Любой расцветки, собственно, можно будет сделать себе этого драктира и наслаждаться. В целом, неплохо. Приятно, интересно узнать, что это из себя будет представлять. То есть, соответственно, драктиры будут пользоваться скиллами всех вот этих аспектов драконов. Хилить, как зелененькие дракончики, на домашних, как красненькие. Ну, вы поняли концепт. Такие дела. Такие дела. То есть, в данном случае, красный и синий дамагер, получается. А бронзовый и зеленый, это у нас хиллер. А хотя, казалось бы, бронзовый мог быть танком, как я уже предлагал. Будут бегать они в кольчуги. Что по оружию, пока неизвестно, они будут носить. Но, на самом деле, это, казалось бы, Близзард и сидят и думают. Так, а у нас интересный охотник. Единственный, кто носит дальнее оружие. Может, сделаем класс еще кто-нибудь с дальним оружием? Да, нет. Пускай будет просто для охотника раз в сто лет выпадать оружие. И ему никто, кроме другого охотника, которому тоже нужно оружие, даже не сможет это каким-то образом пошарить. Просто хантеры образовали свое братство лучников. И просто других вариантов лучников в игре просто не существует. Да, к сожалению. Теперь у нас будет еще один РДД. Только с кольчужной броней. Ну, прям как шаман. Только с двумя специализациями. Казалось бы, почему бы не сделать три? Но, видимо, это очень сложно. Это очень сложно, да. Соответственно, что еще мы лизерны сделали? Новый интерфейс они сделали. Вот так он выглядит. Суть такого интерфейса проста, как они сказали. Обновить до сегодняшних дней, чтобы он был более современным. И чтобы вы могли что-то с этим интерфейсом делать. То есть, могли где-то увеличить, где-то уменьшить. Сделали побольше миникарту. Мой любимый вопрос на стриме, что у тебя за миникарта, да? Большая, когда у меня видят миникарту. То есть, фактически, можно будет включать этих грифонов, которых вы видите, да? То есть, все, соответственно, довольно-таки неплохо. То есть, фактически, хорошая штука. Только, опять же-таки, что по реализации? Это мы еще посмотрим. Как я и говорил, кликуи они уже вставили. И получилось очень-не очень. Очень-не очень получилось их вставление. Соответственно, что у нас по вставлению нормальных способностей, нормальных скиллов? Тут вопросик. Посмотрим, как они реализуют интерфейс. Я надеюсь, что если интерфейс будет хорошо и опционален, то будет классно. Ну, конечно же, это только в моих мечтах. Как условно, скажем так, Елвуи внутрь игры встраивать, чтобы как бы захотели все сделать. Очень сомневаюсь, конечно, в этом. Выглядит как бы по-новому. Да, но всех, конечно же, начинает волновать тот факт, что это уже не Варкрафт. Ну, это вот таким старым человеком советую всем не быть. Что это уже не похоже на Варкрафт, да? Потому что, ну, 18 лет у них интерфейс один. Здравствуйте. Сами все сидим с Z-Perl'ами, Елвуи, Тукуи и так далее, то подобное. Значит, что еще они добавили? Наконец, переходим к каким-то игровым механикам. Начнем с профессии, ребяточки. Профессионное добавление. Что из себя будет представлять? Во-первых, теперь каждый реагент какой-то, например, руда, будет у нас иметь 5 степеней качества. То есть, соответственно, чем выше ваш скилл копания конкретно данной руды, травы или шкуры, тем выше будет качество выпадать предмет. А от их качества будет зависеть и то, из чего, соответственно, из него и выходит из этого самого реагента. Насколько качественной получается броня, эликсир и так далее. Как это будет реализовано, я не знаю. Но, опять же таки, как минимум мы знаем, что здесь есть 5 уровней. Итог какой? Ну, почти то же самое, что звезды, только уровни. Надо будет копать. Что самое приятное, также добавили возможность специальной дырочки для ножа, который увеличил бы там скорость снятия, увеличил бы навык. Вот, как я вам советую всегда, кирка, ножик и лопатка. Специальные будут для них дырочки для увеличения навыка, чтобы они не лежали у вас в инвентаре. То есть, из полезного. Что касается крафта. В крафте тоже самое. Самое. Накачивать ранг будет отдельно. Как будто кто-то броню лучше будет делать, кто-то будет делать оружие лучше. Из-за чего, как они говорят, будет очень приятно, что в гильдии кто-то будет заняться броней, кто-то оружием. Да. Хорошее нововведение из данной ситуации заключается в том, что будет возможность делать заказы. Вот здесь уже начинаются вопросы. То есть, в новой столице, которая будет на драконьих островах, у нас будет находиться целый район, в котором, соответственно, будут столы с крафтом. Ну, как я понял, да? Столы, может, я неправильно понял, но там, короче, они смогут друг друга все находить. То есть, нужен вам кожевник. Идете к столу кожевников. Заходите в этот стол и организуете там заказ. Приносите свой реагент и говорите, что за шмотку вы хотели бы скрафтить. Приходит какой-то там кожевник и крафтит вам эту шмотку за соответствующую какую-то цену, которую вы там назначили. Да. То есть, фактически, вы оставляете там реагенты и просто потом приходите, вам где-нибудь оповещение придет, что вашу шмотку там скрафтили. Вы приходите и одеваете. И что самое приятное, это будет касаться персонализированной одежды. Поэтому, очевидно, рецепты на персонализированную одежду, которая, как правило, лучше по левелу, чем обычно, можно будет там находить. И то есть, не являясь, например, кузнецом, скрафтить себе нормальные латные там штаны, например, да? То есть, приятно. И ускорить свой прогресс в ключах. Это приятно, но недолговечно, если так посмотреть. И опять же таки, возникает у меня самый, казалось бы, неожиданный вопрос. А зачем делать все это в отдельном столе, если можно просто это было бы внутри аукциона назначать? То есть, представьте, вам нужно сначала будет сходить на аукцион, купить нужные реагенты. Нет, подождите, это продолжение. Сначала нужно подойти к столу, узнать, какое количество реагентов нужно на конкретную шмотку, какого качества эти реагенты должны быть. Вернуться на аукцион. На аукционе купить это с таким нужным качеством, вернуться опять к этому столу и заказать. Звучит, как такой кружочек такой, да, который ты не хочешь бегать. На самом деле, почему бы не добавить это все в аукцион, да? То есть, казалось бы, ты берешь, банально, у вас есть уже система с минимальными ценами аукциона, да? То есть, как сейчас они стоят, и ты покупаешь от минимального к большему. То есть, фактически, ты подходишь, берешь, нажимаешь кнопку рецепта, оплатишь, сколько там вот эта вот услуга, так сказать, стоит. Эти люди могли бы выставлять услуги. Ты жмешь оплата, оплачивается как услуга этого человека, кто тебя скрафтит, так и сразу автоматические вещи с аукциона покупаются и перенаправляются в этот заказ, да? То есть, даже не тебе в инвентарь, а сразу в заказ. И ты просто приходишь, кто-то там жмет скрафтить, получает свои деньги. Люди, которые продавали руду эту, тоже получают свои деньги, а ты получаешь свою шмотку. То есть, и заказ сделать недолго существующим, чтобы, если что, тебе просто реагенты пришли, соответственно, в инвентарь, да? То есть, чтобы ты просто голду не потратил, а реагенты вернулись к тебе спустя там время. То есть, в чем проблема была сделать вот такой простой метод, который делается, ну, вот так. Нет, я так понял, мы будем страдать с какими-то столами вот этими, да? И, соответственно, бегать кругами от аукционов, фиг пойми к чему. То есть, так сказать, воскрешаем профессии, а что по воскрешению, какая-то ситуация. Ну, очевидно, как правильно сказал один многоуважаемый человек, очевидно, в комментариях у меня под всем этим, он сказал, что самый лучший вариант был бы, чтобы профессии снова зажили, это просто добавить разнообразные рецепты, разнообразные сложности эпохальных ключей, пвп и, соответственно, рейдов каких-то, в которых можно было бы что-то за эти рецепты и их уровень крафтить, да, в зависимости от того, что это эпохалка или героик. И тогда бы, как бы, профы могли жить, потому что они крафтили бы актуальные профессии, и, соответственно, рецепты получали бы те, кто с тобой в рейд ходит, и, то есть, соответственно, у тебя появлялось бы преимущество быть кузнецом, если бы, не знаю, выбил рецепт на крафт какой-нибудь комплектной одежде эпохального уровня. Представляете себе такое? Комплектный шлем ты бы мог крафтить. Ты бы выбиваешь этот рецепт, становишься лакерком, которому он выпал, и начинаешь его выкладывать за баснословные деньги на аукцион. Получаешь кучу профита. Кучу профита. А по факту, что, если я представляю сейчас любое профессионное дело, это, не знаю, себестоимость предмета плюс, не знаю, супер маленькая. Сначала большая наценка из-за того, что ни у кого нет рецепта. А когда их уже у всех есть, эти рецепты, то наценка, там, не знаю, в одну холду. В одну холду за то, что ты это скрафтил. Никакой благодарности, будучи крафтером, не существует сейчас. В Варкрафте убрали проки с алхимией, что, соответственно, опять же-таки заставляет продавать практически под себестоимость. И, соответственно, зачем вообще все эти профессии нужны крафтящие, когда самые, получается, прибыльные, это трава, руда, бегаешь, собираешь, вот снимаешь шкуры, самое профитное. Че крафтить, зачем с крафтером, непонятно. Старые какие-то вещи крафтить, чтобы продавать за старые цены. Почему, кстати говоря? Потому что, очевидно, они есть не у всех. Там, шифовозку какую-нибудь скрафтить с БФА, какого-нибудь песчаного дракона, который есть с археологией, не у всех рецепты. Поэтому они достаточно дорогие по своей себестоимости. Плюс хорошая наценка за то, что вот у тебя есть такой уникальный рецепт. Так что какая-то ситуация, как вы могли загадеться. Значит, а что у нас дальше? Дальше, ребяточки, у нас обзор системы талантов новой. Соответственно, что из себя будет представлять? Вот так она выглядит. Вот так она выглядит. Что она из себя представляет, ребяточки? Представляют на себя две ветки развития. Первая ветка непосредственно вашего класса, вторая ваша специализация. Как я понимаю, получая уровни, и там и там будет появляться очко. Очко таланта, да? Ну, может и просто очко, это неизвестно. И, конечно же, это дает нам уникальную разнообразность всего, что только можно. Как вы видите, на данном скриншоте, если вы никогда не играли за друидом, то вы можете понять, что, к примеру, будучи вот в данном случае показывать хиллера друида, вы можете выбрать нужный себе билд на хиллера друида справа, на хилл способности ваши условности какие-то. А слева вы, например, можете выбрать по пути кошки, пойти, ферала, и найти себе сбитие кастов. Сбитие кастов, лобовую атаку, которая быстро сбивает каст, как которая есть у медведей, у кошки. Полезно? Да. Полезно. Да, полезно. Да, это полезно. Это классно. Есть вон вихри урсола, там есть всякие обновления, есть всякие разнообразные скиллы, которые давали вам другие, соответственно, теоретические возможности, да, если вы в другой специализации были. А это, так сказать, самое приятное, из какой-то специализации взять. Тем самым создать, как они говорят, гибрид классово. Типа DD Hill, Tank DD, DD Tank, DDT, группа музыкальная такая есть. То есть, что-то такое. То есть, звучит это, конечно, интересно, звучит довольно-таки сладко, но объявляясь суперочевидным человеком, минмаксеры уже не спят. Минмаксеры сразу же тебе очень быстро сделают в первую же неделю на все специализации идеальные таланты, которые будут идеальны. А. Идеальны для рейда. Б. Идеальны для соло-цели. Б. Для нескольких целей, то есть для мифика в теории. И там С. Для PvP. И Д. Это который будет альтернативно на DD против каких-то там определенных классов чуть-чуть меняться. Что самое приятное, чтобы это было все просто, есть пресеты. То есть, что это такое? Как видите, опять же-таки на картиночке, внизу в уголку прямиком, вот здесь в уголочке, в левом нижнем углу написано, что можно, соответственно, сохранять свой пресет и сразу включать нужный. Естественно, в зоне отдыха. Нельзя просто так это сделать в любое время. Только в зонах отдыха, может быть, книжки будут делать вот эти самые наши начертатели. На все это дело. То есть, пресеты это хорошо. Пресеты это хорошо. Древо талантов альтернативно хорошо. Типа, так сказать, дать людям выбор по факту без выбора. Дать выбор без выбора, потому что выбор вроде есть, но как бы что-то очевидно уступает другому. То есть, с другой стороны, кто знает, опять же-таки. Ну, в мире волшебства не бывает. Нельзя сделать настолько балансные таланты, что можно было как тебе нравится выбрать и быть одинаково эффективным. Ничего подобного. Будет выбираться специальный вариант талантов под специально выбранную роль. Будешь хилером в ключе, значит, надо много дамажить. То же самое в рейде. Потому что дамах это основной, так сказать, заполнитель победы. Чем больше дамах, тем быстрее падает босс. И никакие другие механики, танковские или хилеровские, это никак не заменяют. То есть, как вариант, вот видите, быстро в ходе рассуждений можно понять, что в теории, если поменять немножко механику боя рейдового или боя в мифик-ключах на то, чтобы хилеры и танки делали определенные штуки для условия победы над боссом, не только включающие дамах, а, возможно, повышенное танкование или повышенное хилование, то, возможно, это было бы более полезно, чем ДПС. Или это могло быть альтернативой ДПС, которая была, в принципе, одинаково полезной. Их все бы играли так, как им нравится. Но это в истории волшебной. Не в моей истории, где все-таки Близзард и какая-то ситуация, ребяточки. Так что будем смотреть, что из себя будут представить таланты, опять же-таки, и как это будет выглядеть. В общем-то, это прикольно. Что у нас дальше? Дальше у нас, соответственно, как раз-таки вот начали говорить про подземелья. И тут интересная новость. Во-первых, картиночки. Как будет выглядеть с этой брони из рейда. То есть и под ними написано, кто. Ну, думаю, по-английски вы понимаете. Если что, эвокер — это новый класс. То есть вот так будут выглядеть сеты. Как всегда на картинке, супер... Ааа, отхренительно, как выглядит. Невероятное ощущение. Как по факту, как другое движение руки. Если честно, да? Так-то если подумать. Как на самом деле будет выглядеть, непонятно. На вот таких красивых картиночках выглядит неплохо. Как выглядит в игре — непонятно. Будем ждать. Будем ждать. Выглядит, ну, прикольно, классно. Мне нравится. Мне нравится — замечательно. Мне нравится — замечательно. Что касается подземелья, ребяточки. Что касается подземелья. Здесь у нас будет, как всегда со старта, 8 подземелья и 1 рейд. Опять же-таки, но когда начнется сезон, у нас начинается топ-контент. Тот, о котором, в принципе, ну, можно сказать, что это неплохо Можно сказать, что это неплохо То есть первые четыре подземелья у нас будут с актуального аддона А другие четыре подземелья в ротации из восьми подземелий у нас будут из предыдущих аддонов И в данном случае речь идет о Мистов Пандарии В данном случае не только Мистов Пандарии, Катаклизм, БФА, Легион, Шаду Ленс пока не будет ближе к концу аддона Скажем так, вот этого Драгон Флайт А мы, соответственно, со Шаду Ленс, скорее всего, ключи тоже будем получать То есть вот такая вот логика То есть четыре актуальных подземелья, четыре из прошлых аддонов Хорошая логика Заканчивается сезон, начинается следующий И на следующем сезоне уже новые четыре подземелья Которые у нас вроде как присутствуют в игре, но не были ключом Они становятся эпохальным, соответственно, ключом Что, соответственно, в какой-то степени И, соответственно, четыре новых подземелья, которые из прошлого Новых из прошлого То есть четыре новых из актуала, четыре новых из прошлого, других. И, соответственно, от этого, кстати, что интересно, меняется ротация предметов. То есть, к примеру, вы не сможете выбить какую-нибудь там, вот сейчас вот есть аксессуары интересные, какой-нибудь подменыш. Представьте, что туманы Тернаскита просто перестали бы быть ключом, и подменыш было бы невозможно выбить. Значит, пришлось искать альтернативу, которая, возможно, была бы сильнее или типа того, и вынуждала бы просто менять шмотки. Что фактически приятно, приятно, разбавляет, разбавляет геймплей, а то же самое, что касается старых подземелий. Тоже оттуда шмотки они будут балансировать и стараться делать эффективными. Что это из себя будет представлять? Не знаю, но звучит интересно. Звучит интересно и по-разнообразному, да? Если бы это было как? Опять же таки, включаем фантазийный мир, в котором сезоны менялись бы два-три раза в течение патча, в котором действительно было много разнообразия, где каждый сезон, возможно, давал бы новые апы шмота, да? То есть, как Blizzard не поймут, что людям интереснее всего в игре две вещи. Время припровождения со своими друзьями в онлайн-игре, да? С своими друзьями, знакомыми с другими людьми, какая-то коммуникация эта интересная им. И второе, это геррапать своего персонажа. Делать его сильнее, мощнее, становиться лучше, одерживать победы, увеличивать ДПС, ХПС, танкование. Это то, что всем интересно. И поэтому делать один сезон длиной в полгода, в 9 месяцев, в котором ты первоначальный шмот идеальный выбиваешь, ну, плюс-минус максимального левела, за недели 3, может, 5, ты выбиваешь, да, условно, потом только добиваниями всякими занимаешься, а потом, что делать? Всё? Тупик? Это они не понимают, как будто. Вот если бы хотя бы менялось каждые 3 месяца сезон, было бы уже неплохо. Было бы уже неплохо, а не конкретно каждый патч. Было бы неплохо, и разнообразило, опять же-таки, новыми аффиксами и прочей вознёй. Было бы классно. И всё это у нас доступно в пользу чего? Правильно. В пользу того, что бронзовые драконы тоже никуда не делись, и мы будем путешествовать по времени. А это значит, что открывает нам огромную возможность, раз драконы бронзовые тоже возвращают силу, логически имеем понимание, что нас ждёт в будущем, какие новые дополнения могут нас ждать, раз мы можем путешествовать во времени. Теперь с помощью бронзовых драконов, из-за того, почему, собственно, и мы ходим в старые ключи. Есть хотя бы обоснование, вполне логическое, о котором я тоже говорил. И говорил об этом, что можно реализовать старые подземелья, старые ключи, чтобы разнообразить ключевой контент для всех игроков, чтобы разнообразить шмотки. Опять же таки, трансмоги. Возможно, если ещё туда добавили какие-нибудь ачивки хорошие, связанные с предыдущими ключами, тоже было бы классно. И, соответственно, с помощью бронзовых драконов. Потому что, ну, кто ещё нас вернёт в прошлое по-человечески. Неплохо. Неплохо, неплохо, неплохо. Ну и, соответственно, вот такая вот у нас, ребятки, получилась ситуация. Что вы думаете по поводу данного контента? Вот. Я вот сейчас всё это рассказал. И выглядит это многообещающе и приятно, на мой взгляд, да. Безусловно, хорошо, что идёт работа. Выходят новые аддоны, выходят новые патчи. Не стоит лишний раз, так сказать, зажираться, на мой взгляд. Да, безусловно, трейлер полный кал. Тут ничего не поделать. Тут ничего не поделать. Как, опять же таки, правильно сказал, опять же таки, человек в комментариях. Потратить 80% времени на какого-то голема, непонятно зачем. И потом, типа, луч в небо плюс драконы. В общем-то, это я так сказал. А когда можно придумать тот факт, что, очевидно, Гневион очень долго, который будет основной фигурой в сюжете, долго искал, вообще-то, драконов других. И вот он, типа, нашёл. И показали крутой синематик, где Гневион находит этот остров. Много драконов, и был бы эпик, музыка и контент. Что вот он взял, нашёл много драконов, и так далее, и тому подобное. Это было бы, согласитесь, покруче, чем какой-то мужик. Что, кстати, не обязательно, ведь он голем, и внизу у него может что угодно. Залез и закрыл дырочку. Закрыл дырочку. Занимался сдержанием закрытия дырочки. Интересная ситуация. Найс-хранители острова, получается, если они просто решили вздремнуть на 10 тысяч лет. И просто всему острову пришёл конец, и все они пришли в неходность, и в итоге всё поломалось. И что было бы, если бы этот мужик не проснулся, или тоже было не было лица. Ну, видимо, не было бы нового аддона, если бы мужика без лица не было. Такие делишки. Будем смотреть, что у нас дальше. Буду вас оповещать новыми информационными новостями на эту тему, да. Новыми какими-то скриншотиками интересными, каким-то контентом, какими-то изменениями. Что нас будет ждать, будем смотреть, ребяточки. Будем смотреть, надеяться и наслаждаться. А я, конечно же, как всегда, надеюсь, что у нас добавят какие-то интересные нововведения. Опять же, которые очень сильно помогли бы новичкам. Новичкам, которые очень упростили бы порог вхождения в их игру. Опять же, не понимаю, почему Blizzard об этом совсем не думают. Когда речь идёт о банальном LFR для мифик рейдов, для героик рейдов, обычки рейдов и, очевидно, эпохальных плюс ключей. Когда ты можешь просто зайти в игру, нажать поиск, и тебя закидывает. И тебя закидывает. Да, поначалу это будет каша мала. Но каша мала, которая делает неудачные трои. Очевидно, через неделю, через две, через три, четыре ситуация улучшается. Потому что большинство уже начинает понимать, как играть. Потому что они просто троят. Как интересно, люди, которые не попадают в ключи, потому что они не метовый класс, должны научиться механикам ключа и просто к ним привыкнуть. И посмотреть их, если их тупо не берут в ключи. Да, как они могут это научиться играть и становиться лучше. Непонятно. Я считаю, что нужно об этом подумать им однозначно. Чтобы был, очевидно, добавлен такой LFR-режим, в котором могли просто всех закидывать туда. И все могли просто играть. При этом не убирая, естественно, режимы заранее собранных групп, самостоятельно собранных, для кого интересно. И, так сказать, чтобы было еще больше фана, добавить вот этим же, опять же, ключам рейтинг. Отдельный рейтинг для того, чтобы был LFR-рейтинг, так сказать. Можно его даже оставить, в общем-то, с одним или, опять же, с двумя друзьями, с тремя. Сразу поиск начинает, да, да хоть с пятью поиск начинает, так сказать, LFR-рейтинг. Или, опять же, начинать какой-то, так сказать, отдельный такой групповой рейтинг, который сами собирали бы группу и так далее. Тогда все были бы довольны. И тогда бы обычные игроки, даже не пытаясь бы лезть к тем, кто вот эти вот рио-быки, вот так вот пальцы распушили и никого в пати не берут, да. То есть, зачем это все нужно, когда можно просто нажать и искать. Если ливнешь, минус 100 тебе рио, пожалуйста, ходи в два ключа меньше, то есть, ходи там не в 15-й, а в 13-й ходи в ключ, набивай обратно рио за то, что ливнул. И при этом час не можешь ходить. И никто не будет ливать сразу, да. За прохождение даже не в тайм, но, не знаю, плюс там какой-то минимальный плюс к рио, пускай там, не знаю, 10 рио за прохождение в тайм, 2 за не в тайм. То есть, чтобы, даже если не в тайм, то все равно люди проходили бы, получали какие-то шмотки, опять же такие, и получали хоть какой-то рейтинг, потому что никто не ливнул. Это был бы минимальный рейтинг, но все равно приятно однозначно. А я надеюсь, вам понравилось это видео и было максимально полезно, ребяточки. Так что, бак-бак-бак-бак-бак. Жууууу! Субтитры сделал DimaTorzok